итак берем 200 граммовые стаканчики одноразовые 200 или 250 это 200 обрезаю бортики потому что так стаканчиков умещается в контейнере больше и снизу в дне делаем пару прорезей ножницами же вот очень удобно ничего не надо гвоздь нагревать таким образом готовим все стаканчики ну вот я подготовила в корзинку 30 на 20 у меня уместилась 15 стаканчиков готовим грунт 5 литровая или 6 литровая ведерко из-под краски насыпаю пару горстей березовый капилов тут совсем не обязательно просто они у меня есть и я их использую для разрыхления грунта я их использую кусочек брикета кока грунта кокосовый грунт и заливаю все это кипятком смотрите как и грунт сразу разбухает опинки тоже все это очень хорошо впитывает воду теперь добавляю сюда примерно столько же по объему сколько у меня получилось в этой смеси добавляю огородной земли ну и примерно столько же до верха моего ведерка я добавлю покупной земли можно использовать только покупной земли ну и все это хорошенечко перемешаю и так пикируем наши помидорки сначала я готовлю смесь 300 400 миллилитров воды я добавляю пол миллилитра органического удобрения сейчас их множество продается магазинах и фитоспорин фитоспорин я добавлю капелек 1 2 3 4 5 6 достаточно раствор готов можно использовать просто воду можно добавить туда циркон и пин кто как хочет так затем смотрите вот наши томатики из пеленки вон какие длиннощие у них корни здесь у меня четыре сорта четыре сорта по четыре семечка так первый сорт у меня катя f1 вторые четыре зинуля третий монгольский карлик и четвертый белороса так берем стаканчик насыпаем в него ложку земли не утрамбовываем смачиваем хорошенечко отделяем сеянец если салфеткой значит вместе салфеткой салфетку убирать не нужно вот таким образом какие длинные тянутся корешки салфетку можно не убирать она не помеха опускаем туда я корешок не прищипывала маленькой ложечкой подсыпаем грунт таким образом чтобы наши листики первые оказались на уровне с краем стаканчика так землю не уплотняем она сама со временем уплотнится стебелек наш пока должен дышать скоро он покроется молодыми корешками как ёршик будет выглядеть так засыпаем прямо до листиков у меня семидольные потому что настоящие только лезут у кого есть уже настоящие листочки семидольные тоже закапываем все сверху поливать я не буду там где корни влаги достаточно пишу бирочку чтобы не потерять сорт не спутать катя вставляю все готово наш томатик посажен убираем следующий ложка грунта уложили берем старайтесь не оторвать стебелек от корня если корешок порвался ничего страшного если у вас осталась маленькая часть корешка он обязательно сеянец выживет и засыпаем и засыпаем почти с головой пишем бирочку готово в оставшееся место мы потом добавим земли когда наша растенец и подрастет стебелек у него все равно будет длинный тонкий и мы его опять же присыпем землей и продолжаем пересаживать наши томатики готово вот я распикировала все томатики посмотрите первые дни я их поливать не буду влаги пока хватит той что есть в земляной смеси тем более нижнюю часть почвы мы тоже полили пока им влаги хватит потом уже через несколько дней когда верхний слой почвы высохнет уже можно будет потихонечку полить накрывать я их тоже ничем не буду ни полиэтиленом ни пакетом им и так хорошо потому что они уже и росли на открытом воздухе не в тепличке ну вот надеюсь всем все понятно удобрять тоже пока первое время мы их не будем минимум через неделю можно удобрить ну вот надеюсь всем все понятно что непонятно спрашивайте в комментариях и до новых встреч пока пока